Еще раз добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем вещание на Финам.ФМ. Бизнес-канал в это время идет с 3 до 5 Москвы. Сейчас его вторая часть, его финальная часть под названием «Бизнес-класс». И в это время, как вы помните, мы разговариваем на тему построения бизнеса в Российской Федерации, прежде всего. Встречаемся с успешными бизнесменами, и они нам рассказывают о своей жизни, отвечают на наши вопросы. В общем, все как всегда, слава богу. Тема сегодняшнего эфира – ресторанный бизнес и сетевые заведения. У меня в гостях Александр Кожин, генеральный директор группы компаний «Гурме Альянс». Добрый день, Александр! Здравствуйте! Уважаемые слушатели, для вас я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Все это вам понадобится для того, чтобы позвонить, написать, задать свой вопрос Александру, либо поделиться собственным мнением на этот счет. Итак, еще раз мы говорим сегодня о ресторанном бизнесе. Вопрос первый, вопрос традиционный. Александр, расскажите, пожалуйста, как вы очутились, как вы оказались в этом бизнесе, с чем связан выбор, с чем связан ваш выбор? Ну, как-то так вот сложилось в жизни. Я после армии пошел учиться в колледже Сарицына, соответственно, закончил его, попал по распределению работать даже официантом в так называемый тогда был, Палас Отельный назывался. Учили нас австрийцы, учили от начала до конца, на самом деле, и сервис, и все, что связано с ним, и кухня, и, в общем-то... Кстати, Александр, вот я прерву вас сразу, учили нас австрийцы, прозвучала такая фраза, вот если сравнивать, да, потому что проблема кадров, да, чем мы не занимались, она очевидна, и сравнивать то, как учат сейчас, ну, не австрийцы, да, кто-то, кто-то другие, вы как бы, собственно, оценили, да, вот эту свою полосу жизненную, что это удача, что меня учили австрийцы? Ну, это в том числе, да. Вы знаете, на самом деле, существует разное, да, то есть там, если брать обслуживание, то есть там европейское, есть уже там, то, что мы переделали под европейцев, да, то, что там связано там с, скажем так, с азиатским сервисом, это все вещи абсолютно разные, естественно, их сравнивать нужно, можно, но надо понимать разницу между ними. Ну, разница в уровне, в чем разница может быть с европейским, азиатским? В подходе, в подходе, в подходе, в подходе в том числе, да, то есть там, потому что понятно, что мы должны все там сказать, здравствуйте, меня зовут там. И разница в том, что европейский подход, по-французским со мной поздравится, а азиатский по-японски, нет? Возможно, нет, ну просто тут, понимаете, даже там вот подход к столу, да, то есть там, если брать там уже технику там сервиса, да, то есть там, он абсолютно разный, да, то есть там, если азиатский брать, то люди подходят, присаживаются, да, если там вот брать какие-то азиатские рестораны, там, высокого уровня, высокого класса, там, официант подсаживается, да, то есть там, садится на колени, да, то есть там, и там женщина, да, например, и принимает заказ. У нас совершенно по-другому, да, то есть там... У нас это не принято просто. Вы знаете, это сейчас тоже уже начинает, в общем-то, да. У нас люди, которые хотят, скажем так, проявить себя, да, я имею в виду официантов, они, конечно, тоже подсаживаются, очень внимательно его слушают, да, то есть там, но... Опять-таки, надо понимать, что не всем это нравится, когда им заглядывают в рот, да, то есть там... Конечно, конечно. Я даже представил сейчас, что вот я сижу, и кто-то ко мне подсаживается и начинает... Да, вот это и есть там разница, да, то есть там между вот и европейским, да, азиатским сервисом, например, и какими-то другими. А то, что там удачили, то, что меня учили австрийцы и так далее, да. Дело в том, что при обучении в колледже царейственной я получил достаточно много знаний, да, то есть там это классика сервиса, классика там обслуживания, классика там всего, что связано с этой наукой, да. А европейцы, они совершенно по-другому подошли к этому, они начали практично к этому подходить. Это была чистая практика, да, откуда, как, почему, какой рукой это делать, да, почему так наливаются из бутылки, почему так бутылка открывается и так далее. То есть уже такие нюансы, детали, которые, в общем-то... Только с практикой, наверное, да, можно приобрести. Да, да, именно с практикой это все приобретается. Вот, поэтому не знаю даже удачи, что это. Я думаю, что удачи в том числе. Ну, безусловно, безусловно. Хорошо, хорошо, значит, вот у вас есть, да, некая теория, вот, с помощью австрийцева обрели некую, наверное, практику. А в дальнейшем уже как складывалось жизнь, что вы решили заниматься этим бизнесом? А в дальнейшем просто это была потом работа менеджера, была работа потом директором, да, вот. И, соответственно, уже работая директором, я всегда как бы хотел всего-то что-то больше, больше и больше, да, то есть там, ну и постепенно я вот вошел в состав учредителей данной компании, да, занимаясь как управлением, так и, соответственно, активной жизнью этой компании, да. То есть там у нас несколько ресторанов, они, сейчас их 14, да, то есть там это рестораны высокой кухни, да, есть кафе на каждый день, да, есть восточный ресторан, есть караокены ныне популярные, да, то есть там. Ну, вот, кстати, вопрос, Александр, такой у меня возник, я читал, да, готовясь к эфиру о вашей компании, да, о развитии ее, вот, и меня заинтересовал один момент, какое-то время назад был открыт, первый ресторан, и не было мысли, да, продолжать этот бизнес с точки зрения сети, а потом эта мысль возникла, вот эта вот разница, да, в одном ресторане, в сети ресторанов, она в чем, стратегическая разница, или просто, как это, зависит от количества свободного времени просто? Это, скажем так, развитие успеха, наверное. Ну, тем не менее, некоторые ограничиваются, да, вот успешный есть какой-то бизнес, ну, ресторанный или какой-то другой, ну, и все, мне хватает, да, он приносит хорошие деньги, например, я востребован, да, я, так сказать, с точки зрения своих личностей, их качеств применимым, и все нормально, зачем мне еще один, еще один, еще один? Вы знаете, есть разные рестораны, да, есть рестораны для бизнеса, есть рестораны для души, да, то, что вы говорите, если там иметь один ресторан, это, наверное, для души, куда ты будешь вкладывать все свои силы, энергию, потому что на всех ее, ну, тяжело, да, вот, и это, естественно, если в плане бизнеса, то, конечно, наиболее интересны сетевые рестораны, а если для души, да, если там вот, буду я там стареньким, Вот будет ресторанчик, да, то есть я буду там... Есть куда прийти вечером, да, и могу там, да, и послужить, да, кого-то, и пообщаться, и, в общем-то, максимум удовольствия получить от общения с людьми, и, в общем-то, от того, что ты делаешь. Ну, то есть ресторанный бизнес, я так понимаю, да, его развитие подразумевает все-таки создание сети. Вы знаете, да, я думаю, что да, вот, потому что если приходит успех, и ты понимаешь, как это работает, как это действует, да, как ставится работа, начиная от закупок кухни, обслуживания, управления, да, да, то есть там, вот это все вы начинаете выстраивать, да, то есть там, если один ресторан, ну, с одним рестораном все получается, то, естественно, возникает желание дальше это все продолжить, да, поскольку существует некая схема, да, которая, в общем-то, помогает в открытии следующего ресторана. Дело, в общем-то, за малым остается, да, то есть там это найти место и его дальше развивать, опять-таки, с помощью хороших кадров, конечно, которые надо, наверное, все-таки самостоятельно сейчас растить, это мое мнение. Вот, я очень хотел услышать ваше мнение, ну, и мы, наверное, чуть позже еще об этом поговорим. А, ну, тем не менее, если вернемся, да, вот к подобной ситуации, есть один успешный, да, уже все хорошо, я хочу двигаться дальше и подумаю о сети, значит, ну, необходимые какие-то действия совершаю, вот, и в какое-то время понимаю, что не движется, не движется, вот, с одним рестораном все было хорошо, а с сетью что-то не очень. Это как раз я говорю о том, что вот когда не хватает на всех, понимаете, вот, это, конечно, там... Ну, по определению на всех ведь не хватит, да, в любом случае, если ты второй, третий, пятый, десятый открываешь, значит, у тебя уже должен быть какой-то персонал, да, уже какой-то менеджмент. Совершенно верно, да, здесь уже надо выстроить именно структуру работы, да, чтобы это все, в общем-то, передавалось, потому что, начиная от контроля финансов их потоков, да, заканчивая, соответственно, поставками, вернее, все начиная с поставок и заканчивая финансами, вот так, наверное, правильнее будет, да, это все выстраивается на одном ресторане и схематично применяется в другое. Скажем так, провал второго ресторана, если вы там открываете, может, связан с различными, конечно, вещами, да, но в основном это, конечно, если вы неправильно угадали с дислокацией, но и тем не менее, да, что с помощью там рекламы определенной, с помощью каких-то разных вещей, которые существуют в этом бизнесе, можно привлечь народ даже там в самое захудалое место, которое находится там не в самом центре города Москвы, скажем так. — Далеко, да, за пределами Садового кольца, а, в принципе, есть смысл там открывать ресторан? — За пределами Садового? — Ну, я так, утрированно, далеко за пределами. — Не, ну, у нас есть ресторан, на котором находится Солнцево, в общем-то, он неплохо работает, в общем-то, есть плюсы хорошие, да, то есть там есть показатели, есть, конечно, минусы, да, то есть там то, что днем определенная деловая жизнь там замирает, да, то есть там люди там уезжают на работу, да, то есть там, да, это минусы. Но есть плюс то, что люди все постоянные, да, то есть там официанты всех знают, менеджеры всех знают, — Выходные наверняка, да, да, естественно, семейные определенные дни, да, — Конечно, это там плюс. Развивать, ну, в принципе, да, можно, если будут хорошие, интересные места, почему нет, можно рассмотреть. — То есть любая география может быть, да, любая география? — То есть не любая. — Всегда, нет, ну, смотрите, всегда найдется плюс. Вот, например, Солнцево, да, очевидно, что днем он пустует наверняка, потому что народ весь на работе, но, с другой стороны, суббота-воскресенье он битком и отбивает эти потери, которые принес. — Ну, определенно, да, но вечером он тоже как бы заполняется рестораном, я говорю, что сейчас мы все-таки тоже перестраиваемся к Европе ближе, да, у нас уже вполне нормально прийти просто попить кофе там с чаем, да, там в ресторан. — Так в Европе принято. — Да. — Александр, спасибо огромное, сейчас мы приведемся новости на Финам.ФМ и потом продолжим. — Хорошо. — Так, друзья, продолжим наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Александр Кожин, генеральный директор группы компаний «Гурме Альянс». Мы обсуждаем тему ресторанного бизнеса и сетевых заведений. Еще раз я напомню, 65 10 99 6, код Москвы 495, это телефон прямого эфира и адрес компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Александру. Александр, продолжим. И сравнивали вы, да? — Угу. — Упомянули сравнение. Сейчас, говорите, вы стал как в Европе. А как это в Европе? — Ну, я имею в виду то, что люди стали приходить просто в кафе попить даже кофе, там чай, да, то есть пообщаться именно. На завтраке очень хорошо сейчас стали приходить люди, да, то есть там, то есть это... — Вот по поводу кофе. В Европе так принято, а у нас нет. Это с чем связано? — Ну, с тем, что у нас долгое время не было такого количества ресторанов, как сейчас, конечно, да, то есть там если... — А, кстати, вы как ресторатор, вот, ну, понятно, вы сейчас в основном управляете, да, процессом, ну, тем более опыт у вас, да, и вы как официантом были, вы говорили, да, то есть карьерная лестница, да, от первого... — Да, с нуля, скажем так. — Вот, 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 так вот представьте, да, вы как ресторатор рассуждаете. Вот пришел человек, сел на столик, заказал чашку кофе и сидит, 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 вместо того, чтобы борщ заказать, понимаешь, пельмени, чтобы чек как-то... — Поднять. — Поднять, да, да, да. Вот, с точки зрения ресторанов вообще такие «европейские», в кавычках, да, клиенты, они выгодны вам? — Нет, ну, конечно, не выгодны, да, то есть там, ну, тоже понимаете, да, то есть там разные вещи бывают, да, то есть сегодня человек просто пришел просто кофе попить с чаем, да, а в следующий день придет, хорошо, — Если ему все понравится, да, отпраздновать день рождения в том числе, да. — То есть это нормально, да, надо философски к этому относиться? — Ну, я считаю, что да, да. Конечно, если так в плане бизнеса, да, конечно, когда там очередь стоит в ресторане, и вы не можете там посадить за столик свободный, да, людей, и просто человек сидит с кофем, да, ну, тоже надо смотреть по обстановке, надо понимать, что любая грубость даже сказана. Сейчас, знаете, как, сейчас же очень модно в интернете все писать при ресторане, да, то есть ты не так сказал, тебе сразу раз, написали в интернете, ага, такие вот нехорошие. — Ну, я думаю, если все читать, да, и обсуждать все, что написано в интернете, причем там могут это написать абсолютно не по поводу, а просто так. — Вы знаете, да, сейчас это очень модно стало почему-то, да, то есть появились некие люди, которые предлагают свои услуги, да, то есть давайте мы про них напишем гадости, да, то есть это очень сейчас как-то стало так захватывать этот бизнес, и очень неприятно, честно говоря. — И не только этот бизнес, Александр, я вас умоляю, это такая недобросовестная конкуренция, когда мне люди говорят, я вот там про кого-то что-то читал в интернете, я обычно говорю, ну, на заборе тоже много чего написано, не надо же все это делать, всему это уверить, правильно? Это примерно такой же уровень, я думаю. Ну, да, Бог, давайте вернемся к тому, что, значит, мы говорим о сетевых заведениях, много сетей вообще сейчас, ну, конкурентно способных для вас, по крайней мере, в Москве. — Ну, каждый, вы знаете, рестораны же все разные, да, то есть там, кажется, все рестораны у нас, все, везде нужно поесть. — Ресторан и ресторан, да, написано. — Все они абсолютно разные, есть конкурентные группы, там, скажем так, в нашем кафе, там, Демарка, да, есть конкурентные группы, там, рыбным ресторанам, есть конкурентные группы, там, восточным ресторанам. Это надо просто понимать, да, то есть там, и кого с кем, с чем сравнивать, да, это, наверное, все-таки, ну, ценовой сегмент, да, и, соответственно, то, что за эти деньги представляется, да, потому что можно за эти деньги представить какую-нибудь пасту, а можно обширное меню, которое, в общем-то, будет радовать людей, которые будут приходить в ваше заведение. — Кстати, Александр, возвращаясь к вашим ресторанам, к вашему ассортименту, я, если я правильно понял, ну, по крайней мере, использую эту информацию, которую смог добыть, то вы как-то сосредоточились на итальянской кухне. — Ну, как-то так вот сложилось, да. — Ну, просто так оно не могло сложиться, наверняка. Вы однажды были где-то в Сицилии, попробовали тамошние макароны, говорите, боже мой. Ну, что-то, наверное, произошло ведь, нет? — Ну, да, ну, в общем-то, понимаете, да, то есть там раньше я вот вспоминаю, там лет 20 назад была модно-французская кухня. Но мы сейчас с вами даже не вспомним. Несколько там ресторанов. — Абсолютно согласен. Извините, я думаю, что модно она была не потому, что там была кухня французская, а потому, что это было модно на француз, потому что это круто считалось. — И сейчас тоже. Сейчас модно, наверное, итальянская кухня. Там была модно японская кухня, она сейчас очень хорошо также развита в Москве, да, то есть там, ну вот почему-то не модно у нас русская кухня, да, и очень странно. Вы по этому поводу переживаете? Я, честно говоря, да, потому что мысли были и русский ресторан, да, то есть там, но... То есть вы, смотрите, вы думали о том, что можно было бы открыть и русский ресторан. Я правильно понимаю, что в вашей сети разные кухни? Да, да, совершенно верно, да. Можно было бы открыть и русский ресторан, но вы по каким-то причинам, ну, видимо, исследовали рынок, там, да, маркетинг, все серьезно. И пришли к выводу, что русская кухня непопулярна сейчас. Это так? Ну, как-то так вот получается складывается, да. Ну, вот есть несколько ресторанов, да, то есть там, которые очень, ну, там, возьмем с вами царскую охоту Аркадия Новикова. Она до сих пор, в принципе, посещаемая, и люди ходят, и это очень хороший ресторан, мне очень нравится кухня там, и все, что там связано с обслуживанием, и с предложением в том числе, да. Но возьмем вот елки-палки, которые были когда-то, да, то есть там, если вы помните, да, то есть понятно, что разный ценовый сегмент. Да, ну, то есть сейчас они, в принципе, загибаются уже. Загнулись, в общем-то, наверное, да, потому что гостей там мало, да, то есть там ассортимент, в общем-то, скудный. Ну, опять-таки, это тоже была русская кухня, но почему-то вот она не пошла. Ну, то есть вы связываете, ну, в частности, да, вот этот пример, неуспех этого примера, ну, или, по крайней мере, вот текущий результат этого примера, именно с тем, что это был ресторан русской кухни, а не потому, что там, я не знаю, внутри какие-то, да, технологические были ошибки. Ну, наверное, все-таки русской кухни именно, да, потому что я говорю, что, я не случайно сказал про моду, да, то есть там мода так же, как и там... И на одежду, да, на автомобиле. На автомобиле она там, да, вот сегодня модно, там, Mercedes, там, Gilles, там, последний, там, будет еще какой-нибудь там Mercedes. Ну, это нормально. Ну, он последний, поэтому... Да, ну, вот, поэтому и здесь то же самое, да, то есть там, знаете, вот сейчас именно, я считаю, что сейчас модная итальянская кухня, да, то есть там она популярна, она востребована за счет, наверное, простоты какой-то, да, то есть там минимум там всяких майонезных вещей, да, то есть там... Минимум. Да. Потому что сейчас же у нас все тоже следят с здоровым питанием, чтобы все как бы было по калориям. Вот, это же сейчас даже требуется, да, то есть там по нормам определенным, чтобы калорийность была. — Совершенно верно. Вот это очень интересно. С одной стороны, вы как владелец этого ресторана говорите, нет, вы знаете, я для своих гостей буду готовить так, чтобы они были спокойны за свой вес, за свое здоровье. А с другой стороны, насколько я понимаю, вы сейчас об этом заговорили, есть некие требования. Кто эти требования выдвигает? — Ну, это различные наши проверяющие органы, контролирующие в том числе. То, что касается калорийности, нет, они именно не то, что они говорят, что вот надо так и так, они просто пишут, что должна быть таблица калорийности блюда, если, допустим, у вас идет салат такой-то, такой-то. — То есть вы клиенту напишите, да, съел этот салат, потолстел вот настолько. — Да, 30 калорий там съел или еще что-то там. — Не, а многие, кстати, очень скрупулезные. — Да, но это сейчас требуют, это вот должно, прописано там, да, то есть там в табличке, сколько у вас калорийности от того или иного блюда. Конечно, она утрированная, ну, приблизительная, скажем так, потому что добавил там повар чуть-чуть больше сметаны, уже совершенно другая. — Ну да, ну да. — Чаще, конечно, меньше, наверное. — Александр, да, секреты бизнеса раскрывает. — Нет, ну, не секрет, это просто так получается. — Это нормально, это нормально. — Никто же не меряет там ровно 30 грамм, то есть люди кладут примерно, да, то есть там есть плотность сметаны, даже разная там, плотность там майонеза тоже разная. — Ну, возвращаясь к разговору о моде, все же тренды какие сейчас, модные тренды? Итальянская кухня, очевидно, да, что еще? — Японская кухня, конечно, очень сильно набирает. И, естественно, вот сейчас... — Набирает? Я вообще слышал, что японская кухня уже сходит так же. — По второе место они, наверное, если брать, посчитать рестораны в городе Москва, да, то есть там, наверное, второе место они занимают после итальянских... — Посещаемости? — Ну, я имею в виду по количеству ресторанов, да, то есть там... Ну и, естественно, восточная кухня, то есть азиатская кухня, которая, в общем-то... — Но это пока экзотика для нас, восточная кухня, азиатская кухня. — Это... ну, я бы не сказал, что это экзотика. — Что там, корейская, китайская, что там еще, бьетнамская? — Ну, чаще всего у нас сейчас узбекская кухня, да, вот она очень там прям заселяет Москву, да, то есть там и сетей много с узбекской кухней, да, то есть там... А то, что касается азиатских ресторанов, ну, знаете, вот если там брать китайские, я даже, честно говоря, вот там два-три так... — На вскидку. — На вскидку вспомню, да, то есть там и то, в общем-то... Ну, которые популярны, модны, да, то есть там, которые, в общем-то, вкусно там готовят. — Потому что есть там один ресторан, вообще китайский, который вообще в подвале находится, там все китайцы работают, но туда все китайские делегации ездят почему-то. — Я знаю, что это за ресторан. — На Менделеевской, да? — Ну, я вас умоляю, я там один раз был, и я просто убежал оттуда, потому что не будем в эфире сейчас портить аппетит, потому что там... Ну, видимо, так, да, у них так принято, это нормально, да. — А вот что касается узбекской кухни, да, действительно... Это, кстати, опять, это некая мода, да, или это может быть связано с тем, что, ну, количество представителей этой национальности в Москве растет? — В том числе, наверное, с этим связано, да, то есть там... Ну, и, конечно, то, что вот появились мощные сетки, которые развивают эти рестораны, они прям вот растят, растят, растят их, они как грибы растут. — Ну, то есть некие, да, финансовые потоки появились, да, которые вот теленаправлены... — Нет, растут, да. — А можно предположить нам с вами, предположить, может, вы знаете ответ на этот вопрос? Финансовые потоки связаны с, так сказать, представителями тоже этой национальности? — Да нет, я думаю, что это просто вот, знаете, как то, что я говорил в начале эфира, да, то, что... — То есть профессионал, он просто видит... — Да, вот поставили ресторан, да, и все как бы пошло. Наладили продукты, поставку, да, наладили учет, наладили профессиональный рост людей, да, и, в общем-то, пошло, 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 и теперь только дело за малым, подбирают площади, да, то есть там, которые, возможно, там будут удачные, да, и развивают эти рестораны. — То есть это уже, да, вот даже из интонации вашей, я, так сказать, делаю выше, это уже такая рутина, это уже такое... — Ну, может быть. — Творчество здесь в меньшей степени уже такое, да, просто... — Ну, это вот минус как раз сеток, то, что творчества, конечно, меньше. — Вот сейчас об этом поговорим, прервемся, новости на Финам ФМ потом. — Итак, друзья мои, мы продолжим, продолжим наш эфир «Бизнес-класс» на Финам ФМ. Сегодня мы обсуждаем ресторанный бизнес, сетевые заведения. В гостях у меня Александр Кожин, генеральный директор группы компаний «Гурме Альянс». Еще раз я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, спрашивайте. Ну и перейдем, Александр, к разговору о творчестве. — Да. — Ну, это, наверное, логично, да, ведь любой бизнесмен, он пытается самовыразиться в чем-то, да, и творчество в данном случае, я бы сказал, такой логичный, что ли, составляющий успеха в дальнейшем. — Ну, в том числе, понимаете, и вот то, что касается сеток, да, если мы возьмем там сети ресторанные и другие, да, у нас есть отличия от них, да, я сейчас объясню, какое. Если вы приходите, например, ну, я не буду называть, наверное, конкуренцию, потому что не хотелось бы, да, это же не важно. — Приходим в кафе и видим, что в этом кафе там три наименования, там, первое, второе, третье, условно говоря. Приходим в такое же кафе, там, с таким же названием где-то в другом месте, там тоже первое, второе, третье, да, то есть там, то есть меню составляется таким образом, чтобы все было идентично технологии, приготовления и так далее. — Это плюс или минус? — Это, я бы назвал это минусом, сейчас объясню, почему, потому что, как правило, такие вещи, технологии, все это делается с фабрикой кухни, да, то есть там, а фабрика кухни ведет к тому, что теряется качество, соответственно, того, что вы начинаете. То есть это полуфабрикаты, которые приходят на кухню, это там еще какие-то вещи там связанные, там. — Это уже, да, не комильфор. — У нас совершенно по-другому построен, да, у нас каждый шеф-повар на каждом заведении имеет такой минимум для творчества, да, то есть там у нас не все блюда одинаковые, они готовятся по-разному, технологичные. — То есть в одном и том же, в смысле, в разных ресторанах вашей сети могут быть разные? — Да, да, например, там у ТКФЕДЕМАРКО там, ТКФЕДЕМАРКО там. — И там разные блюда. — Да, они немножко разные, да, то есть там именно по своей технологии приготовления, а именно по каким-то вещам, которые дают творчество шеф-повару, да. Трудно, когда восемь человек, например, да, шеф-поваров, которые готовы там выражать свою индивидуальность в этих блюдах, когда их ограничивают в их движении, да, они, конечно, замыкаются. И, как правило, это просто приводит к тому, что мы видим плачевные результаты, и отражается он прежде всего на гостях. Они говорят, ну, вроде то же, но не то. — Ну, не то, да. — Потому что очень часто так приходят, да, то есть там спрашиваешь, ну, как бы, понравилось вам, да, то есть то или иное блюдо, а вот там-то оно вкуснее. То есть непонятно, да, именно как раз потому, что вот повар какие-то технологии делает другие, да, то есть там, неважно, там, с мясом связанное с рыбой, там, с салатами, с заправками и так далее. Какие-то ингредиенты добавляют от себя и уже совершенно по-другому, да, то есть там и даже там украшение или выкладывает блюдо на тарелку, и уже видна какая-то индивидуальность, которая, в общем-то, кажется положительной. — Ну, то есть, другими словами, творчество должно присутствовать обязательно. — Я считаю, что да, я считаю, что да. — Вот, и проблема с сетками, да, вот то, что вы говорите, то, что это творчество в какой-то степени технологически ограничено, но вы находите, тем не менее, да, способ это творчество все же разбудить. — Ну, а если в плане бизнеса, то, конечно, там выгоднее иметь фабрику, кухню, потому что у вас все идет, отходы там одни, да, то есть там все стандарты, которые там связаны с отходами, все стандарты связаны с закупками товара, да, то есть там, ну, пришел товар, его там обработали, завакуумировали, отправили на предприятие. — Такой конвейер уже, конвейер. — Да, вроде как все там, все правильно, у вас все понятно и прозрачно, да. А когда на каждом предприятии существует приемка товара, да, то есть там его обработка в том числе, да, и дальше заготовка там так называемых полуфабрикатов, да, это уже немножко по-другому, да, потому что это делается ежедневно и там даже из-под ножа чаще всего, потому что, когда идет много людей, там невозможно там сделать равное количество котлет, да, если ждать, когда эти котлеты съедят. — Конечно. — То есть это делается из-под ножа. Вот это плюс, конечно, да, того, что, ну, если брать нашу сеть, да, у нас нет фабрики кухни, ее никогда не будет, да, потому что, ну, я считаю, что это неправильно. — Это принципиально, да, вот ваша позиция такая. — Да, я считаю, что это неправильно, да. — Я понял. Хорошо. Значит, давайте вот еще о чем поговорим. Принципиально, ну, важное значение имеет местоположение, да, очередного ресторана. — Ну, в том числе, да. Вот, и хотелось бы еще раз услышать, Александр, вот какие критерии к этому самому помещению? — А это, знаете, это внутреннее, да, то есть там вот приезжаешь смотреть помещение, и вот должно сработать, должно сработать, пойдет или не пойдет, да. Вот, конечно, может быть, там и не так екнуло, да, но тем не менее, да. Потому что, конечно, там все имеет значение от того, что там какая улица, там сколько домов, какие дома напротив расположены, где офисы находятся, там, ну, я даже не могу приобрести. Все критерии, они важны, да, естественно, они все просчитываются, да, то есть там от пешеходного потока, который там идет по этой улице до там проезжающего транспорта в том числе, да, это все тоже считается, потому что влияет. — Ну, а к самому помещению какие требования? — А это в зависимости от того, какой ресторан открывать. Вот мы, наши рестораны, которые там, вот, Ла Провинчи, там, мы подыскивали помещение как раз именно с высокими потолками, с витринами, большими окнами. Такого формата помещения в Москве достаточно мало, да, вот, у нас сейчас три таких ресторана, да. — И вы готовы бы открыть и еще, да, но, к сожалению... — Ну, нет, к сожалению, да, такого формата, да, помещения, и это нелегко найти. — Ну, а что касается географии, вот мы, так сказать, вспомнили, да, пример ваш Солнцево. В принципе, спальные районы, они рассматриваются? — Рассматриваются, но я опять-таки говорю, что спальные районы надо рассматривать именно там, где хорошие дома, да, то есть там, вот, новостройки, да, то есть там никто не захочет строить там кафе, где пятиэтажки, да, которые когда-то снесут, может быть, а может и не снесут. А здесь идет именно структура, которая образуется, да, то есть там вокруг этого кафе будущего, например. — То есть он где-то внутри, да, жилого массива. — Да, должен хороший массив быть, хорошая инфраструктура была, должны какие-то офисные здания быть в том числе, потому что все равно в спальных районах тоже есть офисы, да, то есть там есть и промышленные там заводы какие-то там и так далее, которые тоже привлекают поток людей. — Смотрите, если говорить о продолжении развития этой сети за пределами МКАД, вы рассматриваете какие-то варианты? И в принципе, может это быть интересно сетевику? — Ну, может интересно, но я вот знаю там много сетей, которые целенаправленно уходят в именно спальные районы, да, у них целенаправленно, да, у них ценовой сегмент, он абсолютно адекватный к этим районам, да, там вот возьмем там Тануки, которые хорошо развиваются, там верши их, их же сеть, да, то есть там, кстати, они русские рестораны, да, то есть там много не такие. — Ну, пивной ресторан. — Да, пивной русский ресторан. Вот, они как раз идут в спальные районы, у них там именно востребован сегмент доставки. — То есть они как раз ориентируются, видимо, на посещение выходной день, преимущественным, вечером и выходной день. — Да, это абсолютно такой правильная ниша, занятая, очень хорошо развивающаяся. — И в этом смысле она может быть, да, она найдет своего посетителя и за пределами МКАД. — Судя по количеству ресторанов, она находит. — Находит, находит. — Ну, у вас несколько иная история, я так понимаю, вы такой задачи себе не ставите. — Нет, мы, конечно, ставим тоже там, чтобы у нас расширялось именно доходы, да, то есть там, но вот в плане того, чтобы уходить совсем там в спальные районы, ну, пока нет такого. — Пока нет, пока нет. — Давайте вернемся к разговору о профессионализме сотрудников, ну и, в принципе, к вопросу кадров. — Это большая проблема. — Это большая проблема, да, и вы, собственно, уже обмолвились, что кадры преимущественно сами, да, взращиваете, сами учите. — Ну, а изначально вот эти «полуфабрикат», в кавычках, если можно так поставить, они откуда к вам приходят? — По-разному. Есть, скажем так, училища, которые готовят поваров, есть училища, которые готовят официантов, но, к сожалению, из этих заведений очень редко приходят до нас люди, да, в основном это то, что... — А почему они очень редко приходят? — Ну, я даже не знаю, с чем это связано. Скорее всего, это связано с тем, что настолько много ресторанов в Москве, что количество сотрудников просто не успевает доходить. — Ну, я думаю, у вас условия-то интереснее, чем у многих ваших конкурентов. — Ну, это в том числе, ну, условия, сейчас каждое условие, знаете, индивидуально все обсуждается, там, от зарплаты до каких-то там бонусов, которые есть. И, конечно, для того, чтобы сформировать команду, все зависит от директора ресторана. Вот, если директор говорит, что «ну, у меня нет людей», это проблема, наверное, на самом деле директора. — Прежде всего, да. — Да. Найти, обучить людей, это должен обязательно делать директор, он формирует команду, он выращивает кадры, на которые он в дальнейшем может опираться. — А может прийти человек и устраиваться на работу, не имея, ну, как минимум, начального образования? — Да, вы знаете, сейчас чаще всего так и происходит. — А на какие позиции вот эти люди? — Ну, это в основном официанты, да, то есть там даже повара, которые, в общем-то, начинают с помощников поваров там резать, картошку там чистить, резать ее и так далее. — Это я помню, да. — Вот, поэтому... — В одном замечательном заведении я сам чистил и резал картошку, называлось это «Советская армия». — Да, дело было, да. Я тоже там чистил. — Примерно такая же позиция, просто я понимаю, да, что ты призвался и вот тебе давай. — Сейчас профессиональный уровень, конечно, очень низкий, и официант приходит, он не желает обучаться, да. Вот мне тут недавно прислал письмо один из людей, который работает в Дубае, он там высокопоставленный, ну, такой высокий менеджер, топ-менеджер, да, и вот он прислал мне письмо на e-mail и говорит, «А как вот ты относишься к тому, что я организую в Москве консалдинговую фирму по обучению там персонала, да?» Он нашел у нас кучу замечаний. — А он наш соотечественник? — Нет, он иностранец, да, то есть там испанец, он, ну, вот ему хочется заработать в Москве, понятно, что здесь деньги, да, то есть там зарабатывать деньги. И вот он меня спросил, как вот ты относишься к тому, что я организую консалдинговую фирму по обучению персонала, потому что он был в нашем одном из ресторанов и нашел там кучу там недочетов, официант не так подал, не с той руки, там не так пронес чайник и так далее. Понятно, что в плане профессионализма, да, он нашел много там нюансов, на которые обратил внимание, но научить этих людей достаточно долго проходит, ну, достаточно много проходит времени, потому что приходят они абсолютно неподготовленные. Люди не могут ни носить подносы, ни принимать заказ, часто комплексуют в том, что даже подходя к столу, да, он начинает уже комплексовать. А с чем этот комплекс связан? Это его какие-то внутренние проблемы, да? Ну, в том числе, да, наверное, потому что все-таки надо, это вот профессия официанта, да, это, наверное, умение общаться, да, то есть там с людьми. Профессия повара — это умение там поймать картошку, чтобы она не пережарилась, не сгорела, да, или там кусок мяса, который там тоже даже должен отдаться в том, как он должен, да, то есть там, я имею в виду, там, с прожаркой. Вот. Сейчас люди не хотят учиться, сама молодежь приходит. У меня вот был случай, когда официант пришел, мы его поставили работать, он... У него было образование вот это начальное, да? Ну, у него там минимум было образование, он говорит, я вот хочу работать официантом. Он выучил меню там, да, то есть там буквально там за пару дней очень способный был парень, да, он прямо просто прочитал меню и вычислил, да, то есть там я говорю, молодец, ну давай, рассказывай, иди. Вот он за два дня заработал чаевые сети на мобильный телефон, подходит ко мне и говорит, ну вот я все домой. Я говорю, как все? Он говорит, а все, я домой. Задачу выполнил. Я говорю, а почему? Он говорит, ну вот мне нужно было мобильный телефон купить, я вот заработал. Я говорю, молодец, молодец. Да, да, странные люди, странные люди. Ну да, подход сейчас такой у людей очень странный, и никто не хочет на перспективу работать, да, то есть там у нас даже, вот я говорю, мы выращиваем свои кадры, да, то есть там вот меня менеджер написал заявление там вчера, вот, например, в одном из ресторанов. Я говорю, а почему ты уходишь-то, вроде там стажировался ты два месяца ходил, что-то учился там. Перспективы опять-таки у тебя, да? Да, то есть там сетка развивается, вот там у тебя был товарищ твой, он пошел там на замдиректора, там дальше и так далее. Не знаю. И вот такие люди меня больше всего пугают на самом деле, да, потому что человек уходит, не понимая, почему он уходит, да, для чего. А зачем ты вообще приходил, да, и зачем ты вообще приходил, для чего ты все это начинал, да, то есть там, если ты уж начинаешь, то ты иди до конца и вперед, да, то есть там, зачем вот сделал шаг, а потом, не-не, я не пойду, там пойду в бок дальше. Ну это проблема, видимо, она как-то, да, как говорят, как уже в Одесском, в консерватории надо искать этот, да, ответ на этот вопрос. Ну да, это ну и с проблемами. Если тем более, да, вы говорите, что таких много примеров. Очень много. Сейчас мы еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ потом. Итак, друзья наши, друзья наши, друзья наши, последняя часть нашего эфира, бизнес-класс на Финам.ФМ, 12 минуточек у нас осталось. Мы сегодня говорим о ресторанном бизнесе, о сетевых заведениях, в гостях бизнес-класса Александр Кожин, генеральный директор группы компании Гурме Альянс. Странные люди, Александр, странные люди, вот эти примеры привели, немножко меня напрягли, честно говоря. Тем более, ведь речь идет о молодежи. Ну да, ну в принципе сейчас все хотят быстрых денег, понимаете, а это же надо учиться, стараться, чего-то вкладываться, обучаться и так далее. Мне казалось, что время, когда можно было получить быстрые деньги, уже безвозвратно ушло. Не все это понимают, наверное. Ну не все понимают, но молодежь все равно понимает, они же смотрят там, о, кто на какой машине приехал, да, о, там директор приехал на машине хорошую. И мне бы такую. И мне бы такую, только сразу. Только сразу. Пару деньков, чаевые и, значит, новую тачку себе купил. Печально, печально. Ну в этом смысле вот проблема вашей, да, проблема кадров, она... Ну она на самом деле не только в нашем бизнесе, потому что там во многих сферах такая штука существует, поэтому никуда от нее не денешься. Просто надо понимать, если ты начинаешь чем-то заниматься, то уж надо заниматься этим основательно. Серьезно, да? Да, серьезно. Серьезно и надолго. И вникать, потому что за пять минут объяснить, как открыть ресторан или как его сделать успешным, невозможно. Безусловно. У нас сейчас очень много людей, которые всячески себя позиционируют, как люди, которые способны вам оказать максимум содействия или помощи в открытии ресторана, сказать, как все нужно сделать. А потом, когда ты открываешь ресторан, они куда-то уходят, в кусты, да, то есть там ресторан, в итоге ни одного гостя не получают. Да, 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 эти люди, я так понимаю, в подавляющей большинстве случаев, не профессионалы своего дела, они пытаются вот... Они такие, знаете, как это, дилетанты, да, то есть там такие вот, вроде как сверху все знают, а как внутри все работает, да, как внутри все работает, непонятно. Вершков. Так часто бывает тоже. К сожалению, к сожалению, ну, я надеюсь, что ни мы с вами, ни наши слушатели все-таки не столкнутся в своей жизни с подобными дилетантами. И вполне очевидно, мне кажется, да, человек, добивающийся успеха, это, в конечном итоге человек профессионал, он, да, начинает... Ну, конечно, да. Начинает с азов и медленно, медленно, медленно растет к тому, чтобы свои цели достигнуть. Ну, совершенно верно. Да, так, а так сверху, прыжками все это, это обычно не получается. Значит, мы продолжим нашу беседу, давайте поговорим о перспективах развития, ну, прежде всего, все-таки мне хотелось бы, на ваш взгляд, насколько перспективны вот сетевые бизнес, да, в ресторанной сфере, как вы видите его, есть ли у нас в конечном итоге еще место для того, чтобы на этот рынок прийти и, так сказать, свою идею предложить? Ну, есть, конечно, есть, конечно, и многое... Мы же тоже, как, знаете, мы же все тоже копируем с запада, то есть, у меня товарищ был в Америке, говорит, я там такой фастфуд видел, это просто обалдеть. Серьезно. Вот, и рассказывает мне в деталях, как это все это существовало, как все это там... Александр, ну, фастфуд, чем он может отличаться принципиально? Зашел один бутерброд, зашел второй бутерброд, третий бутерброд, все? Да, у него произвело впечатление, там, какое-то там колоссальное количество соусов, которые представлены, колоссальное количество блюд, которые представлены, колоссальные... Фастфудия, именно. Да, какие-то напитки и так далее, то есть, это, я так понял, по его описаниям и фотографиям, это такое, что-то напоминающее наш, там, может быть, муму, может быть, вот... Я понял, да, сейчас грабли, по-моему, что это называется. Грабли, да, совершенно верно, да, грабли, да, что-то такого плана. Вот, ну, не знаю, вот, только не, скажем так, кухни, которые не русская, скажем так, а именно там какие-то смешанные азиатские какие-то кухни, там, суши у него там, я смотрел, стоят, там, да, какие-то там блюда представлены на гриме. Суши, рядом пельмени стоят, да, рядом шашлык. Понятно, да, такая солянка, но он так прям в восторге от этого рассказывал, и так прям в таких... Ну, ему понравилось что, ему понравилась визуальная эта история, или он попробовал и остался доволен? Ну, визуально все, ему понравилось колоссальное количество народу, который там существует. Ну, и, то есть, естественно, надо понимать, что у нас не для нас этот бизнес фастфудовский, да, то есть там он... Сейчас все-таки люди больше обращают на интерьеры, да, то есть там... На качество. Да, на качество. Ну, на ходу, да, сейчас на бегу вряд ли, да, ну, в меньшей степени сейчас же народ ест на бегу, как раньше. Да, сейчас гораздо меньше люди кушают, я уже говорил, что вот сейчас уже спокойно могут прийти попить кофе, там, почитать газеты, там, выкурить, там, сигареты, там, пока еще можно, да, и так далее. Кстати, насчет сигарет пока еще можно, уж сами тему эту предложили у вас, в ваших сетях, по крайней мере, как к этому относятся? Сейчас это разделяется, или сейчас это уже... Ну, конечно, разделяется, да, то есть существует зона для того, где курят и где не курят, да, то есть там... Ну, конечно, сейчас больше людей, которые не курят, да, так как ни странно, да, но это хорошая тенденция, я считаю, что я сам никогда не курил, да, то есть там, никогда, наверное, уже не буду. Никогда-никогда? Ну, в армии-то наверняка. Нет. Серьезно? Нет. Нет, я помню, я до армии начинал когда, и вот в армии мы поспорили с моим там, со служивцем как раз перед дембелем, что мы сейчас бросим курить, вот с тех пор я уже не курил. Нет, ну, я на границе служил, там сигарет особо негде было взять. На границе служил, кстати, я поздравляю сегодня же. Спасибо. Боже мой, с этого надо было начинать, боже мой, мы обсуждаем с вами какие-то вещи, да, хорошо, я поздравляю, Александр, поздравляю с праздником. Так, хорошо, ну так вернемся к теме. Сигаретам. Да, 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 я так понимаю, вы как бы приветствуете, да, вот эту инициативу, которая сейчас нам в какой-то степени сверху сбрасывается, но тем не менее. Ну, я, вот знаете, как у нас сейчас уже демократия, да, то есть там, я считаю, когда людям навязывают, что вот только вот так и все, я считаю, что это не совсем правильно. Это неправильно, да. Правильно, да. Улица, да, то есть там. Хотя у нас есть тоже в Москве там вот барс, по-моему, стрелка называется, да, то есть там вот как раз не курят, курят именно на площадке выходят совсем, да. Ну, понятно, что это дело личное, что называется, да, но с другой стороны, вот я как человек и куривший, и не курящий сейчас, мне кажется, когда ты сидишь, кушаешь как минимум, да, если кто-то рядом курит, ну, неприятно. Ну, я согласен, особенно когда с детьми рядом, да, я все время там вот приходишь в ресторан, там, вроде там не курящая зона, ну, а как у нас не курящая зона, здесь справа столик курящий, да. А здесь рядом не курящий, да. И якобы вытяжка, которая там практически не тянет, да. Понятно дело, что такое, и, конечно, неприятно, некрасиво, когда рядом с ребенком кто-то курит, и хочется там как-то оградить от этого, да, то есть там, может, ребенок и на это не обратит внимания, но тем не менее, мы-то запахи эти чувствуем, и это неприятно. Ну, вы в этом направлении, тем не менее, движетесь, да, что вы, скорее всего, в ваших заведениях совсем... Скорее всего, да, скорее всего, то, что сейчас вот приняли закон, я думаю, что да, со временем, вот, его, правда, опять там чуть-чуть отодвинули, насколько я так в курсе. Ну, это у нас любят. Вот, поэтому, я думаю, что... И, смотрите, опять, с точки зрения бизнесмена, вот, подобный момент наверняка, как бы, часть аудитории, да, отпугнет, это вас, это вас не смущает? Да нет, я думаю, что никого не отпугнет, те люди, которые хотят покурить, ну, выйдут на улицу, покурят, я думаю, не так, что это страшно. Просто единственное, это ударит по табачным компаниям, это да, то есть там, у них реклама там и так далее, да, то есть там, сейчас они активно продвигали там свои сигареты, делают какие-то промо-акции и так далее, А сейчас этого нельзя будет делать, для них это, конечно, там, ну, если рестораны там они в меньшей степени делали, а в клубах в большей степени, то, конечно, для них львиная доля, реклама уйдет, и, естественно, продажи их упадут, и понятно, что для них это такое очень катастрофичное. Да, болезненное, болезненное, я согласен. Хорошо, хорошо, значит, давайте тогда о неких перспективах, ну, и в отношении вашего конкретного бизнеса, вот что вы планируете там на ближайшие несколько лет, ну, с учетом, все-таки, если говорить об экономике России, не совсем, я бы сказал, комфортной ситуации, или вы не очень ощущаете себя? Ну, знаете, нет, ну, мы, конечно, ощущаем, мы так же, как и все ощущаем то, что происходит с экономикой, да, то есть там, но на каждый спад приходит подъем, поэтому надо всегда, как бы, надеяться на лучшее, я думаю, что у нас все будет хорошо. Вот, всегда так было, даже вот кризисы там, которые у нас были, поднимались, да, то есть там все потихонечку, потихонечку все делалось, естественно, какие-то принимались там контрмеры для того, чтобы все-таки предприятия жили, да, они различного характера принимались. Ну, мне сейчас почему-то подумалось об одной, может, вот, сетевик, в частности, да, если ситуация, конечно, вот такая сложится, неприятная, для того, чтобы сократить расходы какой-то один или пару прикрытий ресторанам? Нет, ну, не имеет смысла в этом, да, то есть надо тянуть всех, наоборот, как раз вот сегодня сетевой ресторан, чем они и хороши, да, у вас один ресторан тянет другой, если у вас здесь провал, то следующий ресторан вас немножко вытягивает на тот уровень, который, в общем-то, необходим, да, вот даже вот с летними периодами, у нас не везде есть летние веранды, да, где-то есть, а где-то нету. Рестораны, которые там просаживаются за неимением летних веранд, вытягивают те рестораны, у которых есть летние веранды, это всегда такой вот баланс, это вот как раз плюс ресторанной сети, да, которая, в общем-то, вытягивает. А если одно заведение было, да, тогда уж что-то. — Ну да. А если там заведение совсем там убаточное или упадочное, то оно не выходит в ноль и так далее, то, конечно, надо с этим заведением что-то делать, да, то есть там либо менять концепцию, либо вообще его переделывать и думать, что там может пойти, да, то есть там... У нас, к счастью, таких предприятий не было, да, то есть там, ну, надеюсь, и не будет. — Это здорово, я тоже искренне желаю, чтобы такого не было, я просто подумал вот с точки зрения владельца, это же мое детище, да, я его столько лет растил, пестовал, и вдруг... — Жалко, конечно, да, жалко, да. — Но с другой стороны, это все-таки поступок, да, настоящего бизнесмена, который эмоции в данном случае отбрасывает и говорит, ребята, вот такая ситуация. — Ну, часто там иногда не от нас зависит, да, ситуация, когда там нужно предприятие, у нас там закрывали, там, караоке, например, закрыли, не от нас это зависело. — Это жители, видимо, да, что-то было шумновато? — Ну, это связано там, не то, что там с жителями, это связано там с арендами, всякими ставками, платами и так далее, когда не можешь договориться, да, то есть с людьми, когда у тебя там один договор, потом вдруг люди вдруг его меняют, и это, естественно, там сложности определенно возникают. Вот. Конечно, вот с такими детищами, когда тем более оно хорошее, популярное, и о нем до сих пор там вспоминают, это очень там приятно, да. — Ну, жалко. — Жалко, жалко, жалко. — Хорошо. Александр, огромное спасибо. Давайте мы будем заканчивать. Времени так много. Огромное спасибо, что нашли время посетить нашу студию. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня в гостях бизнес-класса был Александр Кожин, генеральный директор группы компаний «Гурме Альянс». Тема нашего эфира — ресторанный бизнес, сетевые заведения. В общем, об этом мы с Александром сегодня достаточно подробно поговорили. Я, если позволите, от лица «Финам.ФМ», от лица аудитории огромной пожелаю вам успехов в вашем нелегком бизнесе. — Спасибо. — Радуйте нас, да, новыми какими-то концептуальными находками, новыми открытиями. Уважаемые слушатели, вам я напоминаю в преддверии, да, знаменательного праздника, в четверг, пять лет компании «Радиостанции «Финам.ФМ». Я говорю вас, что вы всегда с нами, да, ну и еще раз поздравляю вас с этим праздником. Всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.